Друзья, всем привет! Сегодня у нас последнее видео эксперимента по ошпариванию орхидей. Ровно месяц назад у нас был третий душ горячий для наших с вами вот этих вот трех красоток. Эксперимент, напомню, у нас проходил начиная с 19-го, наверное, ну, с конца марта, да, с конца марта эти три орхидеи мы обдали три раза горячим душем. Все у нас началось с обращения подписчиков, зрителей нашего канала, которые, еще раз повторюсь, посмотрели видео в ютубе, где авторы своих каналов на ютубе ошпаривают горячим душем орхидеи в районе 60 градусов. И они у них, по их словам, даже не так, не словам, а уверением, что именно этот способ такого кардинальной резкой стимуляции горячим стрессовой, я бы сказал, да, стрессовой стимуляции орхидеи приводит не то, что к цветению, а вот именно прям к буйному цветению, который выдает по даже не одному и не два цветоноса, а по три, по четыре цветоноса и букетом, прям деревообразным цветоносом. И вот зрители насмотрелись, обратились ко мне с вопросом, что я думаю, и я предложил провести эксперимент, по результату которого мы все с вами наглядно увидим, что будет с орхидеями, если обдавать их периодически душем, горячим душем, будет ли это являться стимулятором буйного и декоративного, роскошного цветения. И вот сегодня мы подождали, я подождал честно месяц после последнего душа, мы три раза делали душ с повышением температур. Первый душ у нас был 28 марта, мы обдавали в районе 42 градусов горячий душ. Второй душ у нас был в конце апреля, 24 апреля, мы уже планку горячего душа подняли 45-48 градусов. И третий душ у нас был 16 мая, где мы дали воду температурой 53-54 градуса. Это все не слова, а это все у нас документально зафиксировано. У нас есть плейлист на канале, который называется «Горячий душ для орхидеи». И все видео мы снимали, по 2 градусника ложили, на них водой прям прыскали и тут же этой же водой обдавали наши орхидеи. Все это у нас, видео все зафиксированы. Поэтому у нас не слова, а вот именно прям вот действия. И месяц назад, значит, у нас был последний этот душ, сколько, наверное, пару недель назад мы предварительный обзор делали, считали цветоносы. И вот сегодня еще прошло 2 недели. По итогу у нас месяц после последнего душа. Значит, я ставил вопрос, будем ли мы еще доводить температуру воды до 60, потому что последний душ у нас был 53-54 градуса. Вот, и мы хотели с вами довести до 60. Но подавляющее большинство в видео написали в комментариях, когда я задал вопрос, ну что, будем четвертый душ делать? Подавляющее большинство написали в комментариях, что хватит издеваться над орхидеями, потому что и так результат виден. И вот сегодня, друзья, месяц после третьего душа горячего, в принципе, можно уже подвести итог, посчитать количество цветоносов и, соответственно, сделать вывод, как утверждали авторы, что вот при температуре горячего душа высокой, да, орхидеи выпускают по нескольку цветоносов. Вот мы сегодня пересчитаем эти цветоносы и каждый сам для себя ответит на вопрос, является ли горячий душ стимулятором именно цветения? Собственно, про что у нас и был, как сказать, наш эксперимент, является ли горячий душ сильным таким резким быстрым стимулятором цветения именно выпуска цветоносов и причем массового выпуска цветоносов и буйного цветения? И, значит, как утверждали авторы, что достаточно одного, ну максимум двух души с периодичностью там раз в два месяца и все круто там работает. Ну вот мы сделали три душа с периодичностью в месяц практически, да, и вот сегодня посмотрим результат. В результате, значит, у нас три орхидеи принимали участие, одна из орхидеи это разделенные вивальди, которая была со своим небольшим количеством корней и какой у нее результат после всех этих душей? То есть после сразу первого же душа у нее полезли воздушные корни от основания, то есть душ хорошо простимулировал рост у нее корней, ну плюс у нее листочек пошел в рост, то есть вот, собственно, орхидея отреагировала не цветением, а ростом корешков. Это у нас вот первая орхидея, первый, значит, результат цветоносов у нее не то, что там, я не знаю, три или четыре цветоносов, у нее даже одного цветоноса нету. Вот, теперь вторая орхидея. Вторая орхидея то же самое, друзья. Смотрим, ну листик, да, полез новый листик, можно, в принципе, сказать, что это весна, начало лета, но у нее тоже, я не вижу, как и вы, наверное, ни одного цветоноса, вот, что ж там говорить про три, про четыре, но зато активненько у нас полезли вот эти вот корешки, прям такие, смотрите, жирненькие, хорошенькие, вот, при условии, что мы вообще ее перед началом обливания душа, да, за неделю до, за 10 дней до первого душа, только-только пересадили вот в эту посадку, да, 19 марта, а уже 28 марта мы обдали ее первым душем, то есть душ среагировал на нее, как такой стимулятор просто роста. Ну и третья орхидея у нас, да, вот такая вот слоникоподобная, с огромными листьями, тоже, я, ну не знаю, хочется, конечно, увидеть хотя бы один цветонос, но цветоносов, ну не знаю, я, по крайней мере, не наблюдаю, но зато корни, корни, вот один корешок, видите, воздушный проснулся, еще один, вот он, корешок у орхидеи проснулся, да, вот, вот корни я наблюдаю, причем, что эта орхидея у нас растет в чистом керамзите, вот, видите, корневая система, то есть корни пошли в рост, вот, вот такая корневая система. Здесь орхидея у нас целиком полностью на керамзите, ее уже надо обновлять, эту орхидею, но мы решили побаловать ее горячим душем, вот так она торчит вся. В общем, друзья, к чему я показывал этот эксперимент, потому что, я уверен, что большинство, посмотрев подобные видео про горячий душ, хотели бы опрыскать, облить свои орхидеи горячей водой, но не решались, да, потому что, ну, друзья, все-таки даже 50 градусов, это для руки жарко, горячо, а тут живую ткань растения облить. Это не смертельно, вы сами видите, орхидеи себя чувствуют, в принципе, хорошо, но цель нашего эксперимента была именно не в стимуляции корней, там, роста корней, не в стимуляции новых листиков, да, у орхидеи, а проверить, насколько верны утверждения авторов. Ну, не знаю, как говорить, что горячий душ вызывает буйные цветения, вы сами все видите. Вот три разных орхидеи в разных состояниях, разного возраста, и ни у одной из них этого буйного цветения нет, не то, что там 3-4 цветоноса, ну, даже намека на один цветонос у нас нет. Да, я больше не буду вам показывать, следующий вид, там, 60 градусов, да, выдавать, но просто очевидно, что горячий душ не является стимулом именно цветения. Он хороший стимулятор фотосинтеза, да, у орхидеи, хороший стимулятор начала роста, толчка роста, а все-таки цветение вызывает немножко другие процессы у орхидеи. Это нужно рассматривать не в разрезе одной процедуры поливания горячего душа, да, а комплексно. Это и удобрение, это и общий уход, и общий полив, и освещение, и самое главное, это перепад температур между ночью и днем. Не разовое вот это вот опрыскивание, да, горячим душем, а именно перепад, стабильный перепад, вот, а не, там, минутно-секундное какое-то изменение температуры. Сами все видите, вот, ответ, на мой взгляд, очевиден, вот. И я уверен, что многие бы хотели тоже попробовать на своих орхидеях, но не решались. Поэтому мы сделали это все на нашем канале, вы сами все видели, результат теперь знаете. И на вопрос новичков, которые вдруг посмотрят видео и где-то спросят, зададут вопрос, а действительно ли горячий душ приводит к буйному, многоцветоносному цветению. Сославшись на наш канал, на наш эксперимент, вы можете дать ответ. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующих видео и в следующих экспериментах, но уже не горячего душа. Все, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok